Чтобы лучше понять лямбдовыражение, мы уже с вами познакомились, что такое делегат и что такое анонимный метод. Фактически, лямбдовыражение это сокращенная запись анонимного метода. Итак, давайте рассмотрим на примере. Для начала создадим определение делегата. После этого создадим тело метода main. И в нем определим делегат, в котором укажем лямбдовыражение. То есть, лямбдовыражение в данном случае это такой же анонимный метод. Он должен иметь такие же параметры, как и делегат. То есть, это просто более удобная запись. В данном случае метод и лямбдовыражение очень похожи. Когда мы писали какой-то метод, допустим, просто напишем название, напишем какое-то возвращаемое значение, принимающие параметры и какое-то возвращаемое значение. Это просто абстрактный метод в данном случае. На его примере мы рассмотрим, в чем разница между лямбдовыражением и обычным методом. В данном случае в лямбдовыражение принимаются пара параметров. В принципе, вот они. Так как мы описали определение делегата, и у нас описаны типы значений, мы можем не указывать их, потому что они должны быть идентичны. Здесь мы их указываем. Также, так как у нас есть значок лямбдовыражение, он говорит, что мы слева принимаем какие-то аргументы, справа мы их выводим, то есть возвращаем какое-то значение. Поэтому этот значок фактически говорит нам «верни какое-то значение», либо «сделай что-то». Поэтому в данном случае мы можем не писать здесь скобочки. Также мы можем не писать ключевое слово «return», потому что из контекста ясно, что мы хотим что-то вернуть. Более того, если у нас одно выражение, мы можем даже не писать скобочки. Также мы можем не писать возвращаемое значение, потому что у нас в определении делегата оно уже известно. То есть фактически из такого метода мы можем убрать возвращаемое значение, убрать типы данных, убрать скобочки, поставить лямбдовыражение, убрать ключевое слово «return» и фактически убрать название, потому что у нас это анонимный метод. И у нас получилось вот такое выражение, лямбдовыражение. Отлично. То есть мы определили переменную типа делегата внутри лямбдовыражения и вызываем по ссылке делегат по имени, передаем какие-то значения и получаем результат. То есть мы берем первый аргумент, берем второй аргумент и производим сложение. Отлично. Давайте разберемся с подобным кодом. В данном случае делегат будет называться square. Он будет принимать одно значение и возвращать такое же значение. В данном случае мы создаем переменную типа делегата, которая принимает на вход в параметры метода какое-то числовое значение и возвращает это числовое значение, умноженное само на себя. Дальше мы создаем переменную, вызываем метод, передаем число и получаем значение. Также мы уже говорили, что делегат может не просто возвращать значение, а делать какое-то действие, не требующее возврата значения. То есть мы можем создать типы делегатов, которые ничего не принимают на вход, и вместо возврата значения они просто что-то делают. Но мы говорили, что мы можем не писать типы значений, если у нас здесь есть входящие параметры типа значений уже определенные. Но если мы используем ключевые слова ref, out, то мы должны указать, какого типа мы хотим вернуть значение. В данном случае мы пишем ref int, передаем какой-то n и возвращаем n, в котором n квадрат. Также очень удобно, что лямбда-выражения могут выполнять другие методы. То есть они могут вызывать другие методы. Давайте создадим метод showMessage. Это обычный метод, который выводит что-то на экран. Создадим делегат. Определим переменную делегата, которая ничего не принимает, и возвращает вызов метода. Далее вызываем делегат, который в свою очередь будет вызывать метод. Теперь рассмотрим более сложную конструкцию. В данном случае создадим метод sum. Определим делегат, который возвращает булевый тип и принимает один параметр. Отдельно метод sum принимает массив чисел и делегат. Далее создает результат. В цикле перебирает все числа, которые приходят и говорит, что если здесь true, то есть если есть число, то мы к результату прибавляем значение этого числа и выводим результат. То есть просто здесь идет суммирование чисел. Далее создаем массив. В переменную помещаем результат вызова метода sum, в который передаем массив и условие. То есть мы не просто передаем лямбда-выражение, мы передаем лямбда-выражение с условием. Мы передаем сюда не все числа, а только те х, которые больше 5. То есть если сюда приходит единица, она не больше 5. Двойка, она не больше 5. Только, например, шестерка, семерка и дальше приходят сюда, если не больше 5, они передаются в этот метод. И это очень удобно. Так же, как и здесь, мы смотрим, если остаток отделения равен нулю, то передаем числа. Очень удобно тем, что заранее, пока мы писали какой-то метод, мы не знаем, с каким условием будет вызвана или передана сюда функция. Надеюсь, теперь стало немножко понятнее, что такое лямбда-выражение.